всем привет с вами centro барби шоу санкт-петербург меня зовут михаил корица это новый выпуск в первую очередь хотя бы всех поблагодарить за позитивную обратную связь по поводу предыдущего ролика как подготовиться курсы у базовому на барбера в общем очень приятно что было очень много позитивных комментариев в которых люди сказали что несмотря на то что ролик получился долгим информация заходила очень легко если так можно выразиться я этому очень рад всем спасибо всем кто написал позитивный комментарий написал мне в личку в этом выпуске кстати всем привет всем общий салют карантинный сегодня 29 апреля мы сидим все на карантине и поэтому я надеюсь что разбавлю ваши скучные будни этим выпуском и в этом выпуске я расскажу как именно выбрать школу на что нужно стоит обратить внимание все нюансы и все какие-то уловки школы и прочее вот поэтому все кто скоро хочет пройти повышение квалификации либо базовый курс на барбера это видео для вас будет очень полезным погнали первое на что нужно обратить внимание при выборе школы это естественно на то сколько вообще функционирует данная школа я здесь немножечко отступлю назад и скажу такой момент что вообще в этом выпуске мы не будем делить обучение там базовый курс или повышению квалификации здесь вообще в общих рамках я хочу рассказать как выбрать ту или иную школу или того или иного мастера в самом начале я хочу лишь сказать что если вы проходите базовый курс пройдите его в своем городе не нужно на базовый курс ехать в какой-то другой город я объясню постараюсь попозже почему но вот именно базовый курс именно обучения с нуля вам нужно пройти в своем городе потому что ехать куда-то платить за дорогу за трансфер за проживание питание и прочее то очень очень много денег и поэтому именно базовый курс вам нужно пройти в своем городе что касается повышению квалификации здесь есть очень много нюансов первое на что вам нужно обратить внимание при выборе школы это вообще обратить внимание насколько долго функционируют данной школы или академия потому что все-таки опыт имеет значение вы должны это понимать и вы должны знать о том что если школа давно этим занимается то у них есть определенный уже алгоритм определенной системы у них все как бы да по системе идет как правило очень много школы академии барберинга они образовываются с нуля на ровном месте открывают барби-шоп игра то еще и мы обучаем это правда жизни потому что открывается барби-шоп у них есть там более-менее сильный мастер они говорят ты можешь обучать он гряда я могу обучать естественно директору нужны деньги и барби-шоп начинает обучать поэтому обратите внимание первое сколько функционируют данная школа она должна функционировать какое-то определенное время чтобы набраться опыта потому что одно дело когда вы обучаете какого-то своего друга товарища а другое дело когда вы на коммерческой основе принимаете к себе учеников поверьте мне я обучением занимаюсь уже примерно 8 лет и я прекрасно знаю что такое обучение и сколько вообще подводных камней в этом процессе существует второе на что нужно обратить внимание это договор то с чего вообще начинается обучение если так называемую школу или академия барберинга не предоставляет договор здесь стоит задуматься есть такая очень хорошая пословица чем больше бумаги тем чище одно место и поэтому чем лучше договор тем безопаснее вы себя будете чувствовать есть очень большая разница в том ученик знает куда идет и не знает куда идет то есть если я как ученик конкретно знаю в какую школу я хочу идти какому мастеру это один момент совершенно же другой момент когда ученики сидят и выбирают несколько школ и они не знают куда обратиться и они соответственно анализируют в первую очередь цена обучения во второй это количество часов и прочее 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 в общем всем ученикам которые проходят базовый курс или повышение квалификации я рекомендую в первую очередь обратиться к договору если нет договора вообще в эту академию не обращаться если есть договор изучайте договор что могу посоветовать по поводу договора все мы знаем что при заключении любых сделок и при моменте передачи денег все очень милые веселые все всегда на позитиве но когда начинаются какие-то определенные препятствия и проблемы но соответственно начинается негатив и никогда не делайте шаг вперед если у вас нету двух шагов назад отступление по договору по пунктам то что я хотел бы проговорить и вам посоветовать именно проверить договор должен начинаться во первых с оплаты как 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 вообще школа академии принимает оплату если оплачиваете вы как физическое лицо то должен быть счет фактура который вы должны оплатить через банк на юридическое лицо только так никаких карт сбербанка никаких paypal и прочее то есть вам школа академия должна выслать конкретно счет фактуру которую вы как физическое лицо оплачиваете если мы говорю например сейчас про базовый курс если вы проходите повышение квалификации половину стоимости оплачивает салон то в любом случае обучение вы должны оплатить через бухгалтерию многие школы академии отказываются принимать оплату на юридическое лицо обратить пожалуйста на это сразу же внимание никакой оплаты на карту сбербанка вообще оплата на и прием денежных средств на карту сбербанка имеет очень много негативных последствий второй момент то что вам нужно в договоре обратить внимание это количество часов которые вы будете учиться и вообще да то есть общая общая программа то есть например если базовый курс я учусь месяц сколько дней до сколько часов если повышение квалификации прохожу сколько я часов буду проходить это вторая такая тоже уловка наверное школы академии есть такое понятие как академические часы наберите в интернете почитать что такое академические часы это вообще используется только в вузах институтах и введен определенный регламент по академическим часам это может быть 30 минут это может быть 40 минут 45 минут и прочее поэтому когда вам в договоре пишут что у вас 200 академических часов то по факту если горит на астрономические наши до часы то у вас будет а мне 200 а 100 например всего часов это нужно иметь ввиду обязательно посмотрите сколько продолжительность вашего обучения это очень важный момент дабы вас как бы опять же не обвели вокруг пальца но или вообще не сыграли в такую менее уловку мол как я уже говорил да ранее что либо 200 астрономических 200 академических часов либо 100 астрономических часов это будет большая разница обратите пожалуйста на это внимание сколько вы будете учиться дальше в договоре должно быть прописано что вам предоставляет на время обучения инструмент оборудование расходные материалы текстиль лезвия не лезвия голова болванка сколько штук то есть это в договоре в приложении все должно быть прописано то есть если в договоре есть сухие строчки что академия предоставляет все необходимое для обучения просите дополнительное приложение в котором будет написано что именно предоставляет школы прямо конкретно прописывать должна школа ножницы расчески машинки бритвы лезвия голову болванку полотенце текстиль и шампунь укладочные средства и все это должно быть прописано потому что во время обучения я опять же основываясь на историю на то что я слышал на то что я знаю что во время обучения вам школа может просто сказать это идите еду купаете следующий момент на который вы должны обратить внимание эта модель модели это самый вообще важный момент в вашем обучении потому что все ваше обучение зависит от модели чем лучше моделей чем их больше тем будет продуктивнее качественнее ваше обучение запомните пожалуйста эти слова и несмотря вообще ни на что все зависит от модели если вам предоставляет крутые модели то вы круто на самом деле отработаете всякие работы здесь могу привести то есть примеры что модель может прийти до например с редкими волосами или жидкими или например с жидкой бородой или например у вас бритье лица стоит но при этом у модель да там травматичное лицо там или бритья головы на голове всякие родимые пятна и прочее то есть брить невозможно то есть от модели зависит максимально вообще все запомните это и когда вы будете проходить обучение повторюсь базовый курс или повышению квалификации вы должны понимать что от модели зависит все то есть если у вас там модельная стрижка удлинен кафе и да и то есть если у вас фейд но вам привели как бы лысеющую голову светлый или рыжий волос вы его нифига не отработаете это нужно понимать точно также с бородой точно также с бритьем это все связано обратите пожалуйста внимание что в договоре вообще да и что академии вам говорит по моделям и опять же возвращаясь вверх я вам говорю что если у академии есть опыт они у них есть уже определенная база моделей они уже примерно понимают как по моделям работать это на самом деле я вам тоже говорю как на опыте потому что мы занимаемся обучение очень много лет и вы можете да например кто вот мастера они могут всегда видеть в инстаграме или где-то что крутые школы крутые мастера всегда выкладывают stories и в ленте что им требуется модели то есть люди работают много лет занимаются обучаем много лет им до сих пор требуется модели плюс по моделям там очень много вопросов что модель должна сидеть несколько часов да то есть если модель своя он знает на что он идет а если вам позовут человека первый раз и он придет его будут стричь два три четыре часа как у нас любят это делать во многих школах и академии плюс брить плюс резать его то есть заставлять какой-то дискомфорт и травмы модели модель начнет нервничать и негативить это нужно понимать и здесь опять же опять же такой момент встречный что как будет с этим бороться мастер преподаватель как он будет находить компромисс моделью это понимать это очень сильная психологическая работа то есть модель пришла первый раз его плохо подстригли он начинает негативить его бреют режут он начинает негативить мастер преподаватель например отвечает агрессии негативом на его как бы до реакцию здесь начинается конфликт а если заложен конфликт у вас как ученика последнего потребителя во всей этой цепочке хорошего качества на обучение не будет поэтому здесь с моделями очень-очень много завязано нюансов второй момент который вам нужно вообще будет обсудить со школы с академией в договоре что делать если модель не пришла на обучение вот что делать в этот момент то есть вы там утром договорились с обучением а модель не пришла что делать то есть переносятся занятия отменяются занятием вам возвращают деньги или в этот момент вам начинают проводить теорию как многие это делают и вы просто сидите слушайте теорию вы заплатили деньги за практику а не пришла модель и соответственно вы слушаете теорию поэтому второе на что в принципе как бы рекомендую максимально обратить внимание это модель с моделями связано очень и очень много имейте это ввиду последнее на что в договоре нужно обратить внимание это форс-мажорные обстоятельства возврат денежных средств и перенос занятий у всех бывают разные ситуации в жизни я как человек занимающийся много-много лет обучением я знаю что ученик может заболеть ученик может опоздать на самолет ученика могут случиться всякие разные трагичные ситуации в жизни точно так же это все может случиться и с мастером и поэтому что делать когда обучение нужно отменять или переносить вот это все в договоре должно быть прописано как возвращаются деньги как переносится занятие заменяется вам мастера заменяется на какого мастера то есть и вот все эти форс-мажорные ситуации вы должны как бы обязательно в договоре прочитать и их согласовать со школой с академии точно так же как и штрафные санкции то есть если вы извините меня загуляли да то в петербурге не пришли сами на обучение по вашей вине то все это все должно быть прописано в договоре точно так же если вы приходите на обучение просто нету мастера есть не может связаться администратор это тоже должны быть определенные штрафные санкции это не просто так что она окей отменяем обучение я завтра приду нет это конкретно срыв учебного процесса и здесь должны быть определенные штрафные санкции следующее на что я рекомендую обратить внимание это мастер у которого вы будете учиться это на самом деле очень такая важная вещь в обучении кто вас будет обучать здесь я очень долго могу вообще рассказывайте разговаривать по этому поводу да здесь очень много нюансов при выборе мастера я попытаюсь наверное зацепить какие-то минимальные вообще моменты аспекты да при выборе мастера и рассказать о них и избежать что ли наверное каких-то вот отрицательных и негативных вообще процессов и последствий первое наверное на что хочу сказать что здесь опять же очень да вот весь этот выпуск до при выборе школы барберинга но делится еще раз говорю на повышение квалификации и на базовый курс вот люди которые уже барберы с опытом и те кто идет на базовый курс это вообще разные люди вообще разные природы и философии поэтому здесь как бы да надо переключаться рассказывать одним рассказывать другим но если мы говорим например повышение квалификации люди видят какого-то именитого мастера они хотят попасть именно к нему здесь я вообще бы не рекомендовал этого делать потому что если мастер у нас медийный и у него идет жесткая коммерция одни мастер-классы попадать к нему на индивидуалку конечно же это плохо потому что он уже выгорает у него мысли в мастер-классе в залах и в прочих прочих заниматься такими мастерами индивидуально конечно же это очень плохо также базовый курс например когда люди приходят на базовый курс это в основном мастера обучают те которые либо с очень минимальным опытом либо с опытом ну как говорят с очень большим но при этом это очень как правило что мастера ничего не добились жизни я может быть скажу и выскажусь очень резко сейчас да да не осудите меня за эти слова но в очень многих школах и академиях я вижу мастеров которые до обучают преподают и повышение квалификации и базовый курс нуля я этих мастеров вообще не знаю кто они такие и когда начинаешь узнавать за этих мастеров они никогда не были какими-то топовыми мастерами никогда они никогда не зарабатывали много денег как минимум много денег и как минимум них никогда не было стопроцентная занятость опять же здесь очень много как бы нюансов про которые можно говорить я ни в коем случае не хочу никого хейтить и ни в коем случае там не хочу да и не получится наверно да про каких-то мастеров говорить это очень большой на самом деле фактор и очень распространенная история и поэтому когда выбираете для себя мастера для обучения вы изучите что это за мастер вообще кто это такой потому что еще раз повторюсь что даже те именитые мастера которые сейчас у нас в россии занимаются обучением проводят много мастер-класс как мастера они никогда не сложились очень многие преподаватели наши очень известны они как мастера вообще никогда не работали вы прям конкретно на потоке они никогда не работали поэтому когда вы выбираете для себя преподавателя для обучения я бы дал бы наверное несколько рекомендаций как его выбрать первое наверное на что нужно обратить внимание то есть опять же повышение квалификации или базовый курс то есть еще раз говорю вы в своем городе должны до выбирать обучение желательно если базовый курс например повышение квалификации но если вы решили все-таки их там москву или петербург каким-то именитым мастерам первое что нужно сделать это сходить и подстричься к этому мастеру если там условно говоря вы девушка ну найдите какого-нибудь парня отправьте его к этому мастеру посмотрите как он работает как он общается с клиентом каков конечный результат и вот все 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 эти нюансы посмотрите как он работает с клиентом еще раз повторюсь если человек мастер не работает с клиентами а только занимается обучением идти на обучение к этому мастеру преподаватель вообще нет смысла вообще не стоит поверьте мне потому что этот человек занимается абсолютно коммерцией абсолютно у него уже голова работы в другом направлении то есть практика и теория это разные вещи поэтому еще раз повторюсь не работает как мастер идти к нему учиться не надо если человек занимается обучением и работает как мастер первое что вам нужно сделать это сходить к нему подстричься либо отправить кого-нибудь и посмотреть вообще в реале онлайн как человек работает как психологически так и практически работает он с клиентом молчит или там может быть он негативит или может быть он не услышал пожелания клиента он плохо его подстригли, плохо побрил, порезал, то есть все эти нюансы в обычной стрижке за деньги вы как бы все сразу же прочитаете. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, это цена стрижки у мастера. Это очень важный момент, потому что когда вы придете, например, на обучение, и вам мастер скажет, так, у меня вот, значит, 10 часов, час у меня обучения, час у меня стоит 5000 рублей, то есть, ага, 50000 рублей, час у него стоит 5000 рублей, посмотрите, за сколько он стрижет, то есть, если у него стрижка стоит, условно говоря, 2000 рублей, и половину он еще и отдает салону, например, да, он как мастер работает, это не его салон, то есть он за час зарабатывает 1000 рублей. Если у преподавателя мастера обучение стоит дороже, то это нормально, абсолютно. Это абсолютно нормально, потому что, поверьте мне, как мастеру, стоять молча работать с клиентом намного проще, чем обучать, обучать, потому что ты тратишь свои нервы, свою энергетику на модель, на ученика, тебе нужно что-то объяснять, все люди разные, сколько учеников, как бы столько и мнений, кто-то в хорошем настроении приезжает, кто-то в плохом, и ты понимаешь, что иногда к тебе приходит, ну, позитивный ученик, да, с которым все складывается, но бывают тяжелые случаи, как бы это ни звучало, и те, кто знает меня, например, учились у меня или в моей школе, в нашей школе, они знают, что, не то чтобы знают, да, они прошли то, что мы очень серьезно подходим, например, да, к процессу обучения, когда там начинаются хохоньки-хихоньки, мы всегда возвращаем ученика вот в это вот русло серьезности, что давай обучаться, давай вот не будем, да, например, смеяться. Многие ученики на это реагировали не очень, то есть они говорили, блин, какого хрена, я тут приехал в Питер, например, приехал, и я хочу, чтобы все было на позитиве, а мы, например, сосредоточены были на практике, на серьезности, что, блин, давай вот эти шутки в стороне оставим, давай будем заниматься, и поэтому любой мастер-преподаватель, который занимается обучением в барбинге, он вам скажет, что мне проще молча подстричь клиента, чем заниматься с учеником. Здесь, опять же, идет определенная такой градация опыта, что молодой мастер, он хочет обучать, а взрослый, уже такой старый мастер, он не хочет обучать, потому что он знает, он лучше молча подстрижет клиента, зарабатывает свои деньги, плюс чаевые, и там больше, чем с обучения. Причем, если возвращаться к первому пункту, например, да, при выборе школы, и почему важен опыт, и вообще все ли у них там хорошо на регламенте стоит, на потоке, потому что вы должны понимать, что если у них преподает мастер-барбер, пока он преподает, он не работает как мастер, то есть салон теряет деньги, да, например. То есть почему он обучает, если у него, как бы, если он такой хороший мастер, у него что нет клиентов, то есть там очень много завязок, очень много нюансов по школе, поэтому это даже относится к тем, кто хочет открывать школу, что, поверьте, ребят, все не так просто, все очень-очень тяжело. Поэтому, возвращаясь к мастеру, еще раз повторюсь, что мастеру, хорошему с опыту, с клиентами, ему проще молча просто подстричь клиента, получить свои деньги и получить свои чаевые. Поэтому, подводя основной тезис по именно мастеру, да, то есть вы, когда выбрали школу, почитали договор, пообщались с менеджером по обучению, то есть проговорили основные моменты, и вы разговариваете по поводу мастера, вы должны, еще раз говорю, понимать, у кого вы будете учиться. И если вы выбираете себе мастера, сходите к нему подстричься или отправьте кого-нибудь к нему подстричься, если вы приезжаете в другой город, и вы не знаете этого мастера, вам, ну, в любом случае, нужно как-то с ним познакомиться и обратить, как бы, внимание на несколько моментов. Еще раз говорю, сколько стоит у него час обучения, сколько стоит час работы у него. То есть, если у него час работы стоит дешевле, чем час обучения, здесь стоит задуматься. Почему так? Потому что, ну, вы должны, да, понимать, обучать должны сильные мастера, и обучение – это более энергозатратный процесс, и он стоит, должен дороже. И поэтому я очень часто вижу, что, например, у многих мастеров базовый курс, да, по часам стоит, например, там, дороже, чем повышению квалификации по часам, хотя повышение квалификации – это немножко более такой энергозатратный и объемный, как бы, процесс. В общем, цену, цену, посмотрите, сколько стоит час работы и час обучения. И следующее – это, ну, такие тривиальные, может быть, моменты, но которые нужно обратить внимание, и, если что, в моменте их пресечь. То есть, если мастер вам только объясняет, не дает работать. То есть, вы приходите на обучение, а он только стрижет и только объясняет, но не дает вам работать. На это нужно обратить, как бы, внимание. И здесь, соответственно, обратиться к менеджеру обучения, либо к самому мастеру задать вопрос, что мне нужна практика. Ну, и такие моменты, опять же, в обучении бывают грязные. Я лишь хочу вас предостереть, что ли, о них, что бывает, что, наоборот, когда вам мастер не дает работать, либо, наоборот, бывает, что вам дают модель, говорят, вот так, так, так делай, все, и ушел, как бы. Мастер – это тоже хрень полная, избегайте этого. Мастер на индивидуальном обучении вообще, да, должен, там, на повышении квалификации или на базовом курсе стоять с вами рядом. И вот не просто издалека смотреть и говорить «молодец», а должен ставить руки. Все, кто занимается парикмахерским искусством, они знают прекрасно, что самое главное в этом деле – это постановка рук. Я уже не говорил о том, что если вы пришли на обучение, а ваш мастер-преподаватель стрижет других клиентов. В этот момент просто прекращайте свое обучение, требуйте возврат денежных средств и уходите из этой школы. Вот. И в конце по поводу вообще школы и мастера могу сказать и дать, наверное, один из самых главных советов. Если вы хотите научиться барберингу, вы хотите научиться стричь, очень быстро, максимально качественно, никогда не учитесь в группах. Только индивидуальное обучение, только тет-тет с мастером, только постановка рук, только это вам даст продуктивное, максимальное знание, вообще и опыт, и практику. Поэтому группы – нахрен, только индивидуальное обучение. Ну и в завершении, наверное, хотел бы проговорить, опять же, это относится к договору и в общении к менеджеру и с мастером, что конкретно вы пройдете на обучении. Я как мастер-преподаватель и как мастер-барбер с многолетним опытом могу вам сказать, что, например, научить брить и научиться брить – это легко. Например, научиться работать ножницами – это легко. Вот работать машинками, работать – это сложно. Делать тушевку – это сложно. В общем, есть определенные моменты, которые легко даются и которые, как бы, сложно даются. Плюс я в своем предыдущем выпуске вам говорил, что очень много будет второстепенных моментов. Очень много. Такие, как, например, помыть голову, высушить феном, упаковать клиента. Вот у вас в договоре, в общении вообще с менеджером, повторюсь, в договоре это должно быть прописано, какие услуги вы вообще все пройдете. То есть стрижка – понятно, фейт – понятно, бритье, борода – это все понятно. Но как можно максимум себя завалите дополнительными услугами. Мытье, повторюсь, сушка, укладка, то-то-то, то-то, чтобы вас максимально подготовить, чтобы вы, когда придете, например, на стажировку или на работу, как многие говорят, пройдя базовый курс, у нас сразу же приступите к работе – это все фигня. Пройдя базовый курс, например, вы еще очень долго должны стажироваться, и вы никогда не приступите к работе сразу, потому что есть очень много второстепенных моментов. К нам приходят люди на обучение, которые очень хорошо стригут, но при этом не умеют помыть голову. Поэтому по услугам вы прямо пропишите в договоре, попросите, чтобы вам прописали, что вас чему научат. Повторюсь, мытье головы, сушка, укладка, упаковка клиента. Это как воротничок одевать, как пенел одевать. Это все на самом деле важно. Ну и в завершении это, наверное, экзамен. Очень многие пишут в договорах и в рекламе, что экзаменационная работа и прочее, прочее, прочее. Это тоже очень важный момент, но основываясь на свой опыт, я вообще не понимаю, что такое экзамен. Например, на базовом курсе, потому что каждый день – это война, это бой, это какое-то получение новой информации. Какой экзамен, лучше этот день потратить на получение каких-то новых знаний. Зачем, если у нас базовые курсы и тратить время на экзамен, но мы в нашей школе так никогда, например, не делали. То есть, когда вам говорят, вот будет экзаменационная работа, например, вообще на повышение квалификации, вообще в этом смысла нет утратить на это время. То есть, повышение квалификации и вообще даже базовые курсы, я повторюсь, это часы, помноженные на ваши деньги. И каждый час стоит денег. Экзамен – это хорошо, когда будет там определенный регламент, принимать твой экзамен. Но, опять же, если вам говорят, что будет экзамен, вы должны, опять же, получить обратную связь. А что, если я не сдам экзамен? То есть, кто в этом виноват, мастер или я? То есть, что, если я плохо сделаю работу или там полу не сдам экзамен? То есть, очень много нюансов, когда говорят, что у вас будет экзамен. Лично у меня возникает очень много вопросов. А что, если я не сдам экзамен? я должна его буду пересдавать но как минимум например но и такие моменты например да вот вам будет пытаться втюхать там видеосъемку фотосъемку что вот мы вас снимаем в процессе обучения потом мы монтируем это видео мы вам его за дополнительную плату потом отдадим но здесь вы наверное должны понимать да что это отдельная работа там видео видеооператора фотографов и прочее проще проще это отдельно люди зарабатывают на этом как бы деньги которые сотрудничают с академии здесь лишь момент клиента ориентированности то есть как бы если видеографы они работают как бы в академии снимают людей что-то монтируют потом там я не знаю выкладывают это куда-то ли отдают вам какие-то исходники вы их сами монтируете здесь уже вопрос клиента ориентированности здесь как бы на самом деле тонкая грани палка двух концах то есть имейте это ввиду вам будут пытаться навязать например там видеоряд который вас снимали также те модели которые вы будете фотографировать очень многие преподаватели они забирают ваши фотографии не разрешают их выкладывать в интернет они их сами обрабатывают они сами их там штампуют под свой логотип и потом вам только отдают здесь тоже очень как бы тонкая грань что качество должно быть на гимн то есть вот как вы сделали работу так вы должны как бы выкладывать в общем здесь я лишь берегу ваши денежки не переплачивайте за фотографии которые за вас обработают выложат как бы да и за тот же фоторяд и последнее по трудоустройству здесь наверно касается именно базового курса что очень многие люди приходят например там из петербурга к нам в школу учиться на базовом курсе спрашиваю что потом сработать ребят поверьте если у вас руки на месте вас заберут сразу же на ровном месте вам еще в процессе обучения предложат сразу же пройти стажировку например там набить руку и работать в этом барбершопе сейчас к сожалению как бы смешно не звучало несмотря на количество открывающихся барбершопов и супер эдукейтеров баба барберинга дефицит между как бы вот открывающимися барбершопами мастерами он колоссальный я очень надеюсь что вам понравился этот выпуск он был максимально продуктивным нагруженным по информации я постарался выдать все что я знаю по поводу обучения опять же основываясь полагать исключительно на свои знания на свой опыт и в следующем выпуске я наверное хотел бы рассказать именно про стажировку про тех людей которые проходят базовый курс и первый их этап профессионального становления он проходит через стажировку и поэтому если вам эта тема будет интересно ставьте лайки пишите комментарии я увижу опять же по обратной интеграции что вам эта тема будет интерес потому что стажировка это тоже очень очень важный момент потому что когда люди заканчивают базовый курс первый вопрос наверно один из первых с которым приходят люди на базовый курс они спрашивают могу ли я сразу же приступить к работе после вашего базового курса я всегда говорю нет и я никогда не кривил душой никогда не лгал людям в глаза и всегда грел нет ни в коем случае вообще не иди работай потому что ты себе можешь отбить все желание потом работать закончили базовый курс пройдите стажировка а как пройти стажировку как договориться с салоном директором салона с мастерами чтобы не стоять подметать волосы бесплатно как с вами должны заниматься кто какие модели какие работы какой период какой срок и прочее 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 там очень много нюансов позже по стажировке ну что еще раз всем общий привет всем общий салют с карантина с вами был михаил кори центру варшоп сак петербург будьте здоровы берегите себя пока